Здравствуйте, у микрофона Майкл Наки. Сегодня мы продолжим цикл рассказов, историй про автократов и диктаторов, которые полагали, что их власть будет вечно, но ничто не вечно. Сегодня поговорим о Косне Мубараке. Это правитель Египта, который действительно немало сделал для развития экономики страны. Однако он считал, что экономика должна работать только в интересах его и его ближайшего окружения. Бедность никуда не делась, ничего хорошего с обычными людьми не происходило, и в итоге их терпению пришел конец. Перед тем, как я начну рассказывать вам о Косне Мубараке, в связи с тем, что YouTube постоянно начинает кидать мне всевозможные ограничения на ролики, я попрошу вас сразу подписаться на этот канал, чтобы вы получали уведомления о новых видео, поставить вот этот колокольчик, потому что даже подписчикам теперь не всегда приходят уведомления о новых роликах. Ну и лайки надо ставить не сейчас, а в конце видео, когда вы его посмотрите. Если есть такая возможность, то посмотрите его, пожалуйста, целиком. Это тоже влияет на алгоритм YouTube. Итак, переходим к Косне Мубараку и его падению. Мубарак до прихода к власти делал военную карьеру с самых низов. Окончил военное училище, стал лейтенантом, старался попасть в авиацию и в итоге попал. Отличился во время Суэцкого кризиса 1956 года. После этого два года учился в Рузинском военно-апелляционном училище в СССР, затем в военной академии имени Фрунзе в 65-м году, тоже в Москве. Воевал в арабско-израильском конфликте и выжил, хотя большая часть египетской авиации была уничтожена. К началу 70-х стал командующим ВВС, маршалом авиации. Во время войны судного дня командовал авиацией Египта. Он очень успешно провел эту войну, а бывшие сослуживцы отмечали, что он среди военных стал пользоваться большой популярностью. В 75-м действующий президент Анвар Садат назначает Мубарака своим замом. Говорят, его во многом выбрали за простоту и прямолинейность. От него не ожидали никаких интриг. Через три года он создает национально-демократическую партию Египта, в которой Мубарак становится вице-председателем. В 81-м году во время военного парада Садата убивают исламисты за мирный договор с Израилем. Мубарак, находившийся рядом, ранен. Через несколько дней он вступает в должность президента. Интересные параллели с прошлым нашим героем Николая Чаушеску, которого тоже выбирали как человека, не способного на интриги и казавшегося достаточно простым. Ролик о нем можно посмотреть вот по этой ссылке. Надеюсь, она тут появилась. Что же происходило дальше в жизни Хосни Мубарака? Первым делом Мубарак вводит в Египте военное положение и отстраняет от власти религиозные организации. Также по коррупционным обвинениям преследуются многие бывшие сподвижники и родственники прошлого президента, соратником которого был Мубарак. Надо отметить, что до прихода Мубарака к власти режим в Египте уже был довольно авторитарным. На его фоне первые политические изменения Мубарака были довольно либеральными. По крайней мере в отношении умеренной оппозиции. Он выпустил несколько сотен политзаключенных. Были сняты некоторые формальные ограничения на деятельность оппозиционных партий. Например, им разрешили печатать собственную прессу. При этом репрессии против исламистских радикальных организаций стали намного жестче. Все такие сообщества были разгромлены, а отдельные их члены казнены. Например, были казнены обвиненные в убийстве президента Садата. При этом Мубарак никогда не выигрывал конкурентные выборы, а лишь многократно продлял свои полномочия на референдумах в 87-м, 93-м и 99-м годах. На них не было альтернативных кандидатур, только вопрос об одобрении и продлении власти Мубарака. Выдвигало каждый раз только его кандидатуру под контрольное его партии Народное Собрание. Результат стабильно был выше 90%. Необходимость референдума вместо простых выборов обосновывалась чрезвычайным положением. Все эти годы сохранившимся под предлогом угрозы от радикальных исламистских организаций. Такие меры привели к ответной реакции исламистов. По некоторым данным, в 1982 году они приговорили, в кавычках говорят это, Мубарака к смерти. Считается, что он пережил шесть покушений, хотя подробно известны обстоятельства только двух. В 95-м году во время визита в Эфиопию его бронированный автомобиль обстреляли из автомата, а в 99-м президенту пытались нанести удар ножом во время его публичного выступления. За попытками покушений следовали новые показательные репрессии в отношении исламистских сообществ. Проводила их служба госбезопасности, считавшаяся одной запор режима Мубарака. Одной из причин его конфликта с исламистами был все тот же отказ от войны с Израилем, за который Египет получал много экономических преимуществ, как рыночных, так и прямой помощи от США. Но из-за этого радикальные исламистские группировки периодически возникали в Египте. Отчасти поэтому Мубарак поддержал США войне с Ираком. Режим Саддама Хусейна поддерживал радикальные течения в окружающих странах. О Саддаме Хусейне мы поговорим как-нибудь позже. Это позволило Египту сильнее сблизиться с США и списать внешний долг. В ответ Хусейн призвал к джихаду и следствием стал теракт 1997 года с расстрелом 62 туристов в Египте. Во внутренней политике Мубарак активно вкладывался в строительство туристической инфраструктуры и действительно добился того, что Египет стал одной из главных курортных стран. Теракт 1997 года нанес серьезный удар по этой отрасли, однако этот удар не был критичным. На последнем из референдумов о продлении власти в 1999 году Мубарак набрал 93,79% голосов. После этого в 2005 году в Конституции появились поправки, после которых прошли первые за 30 лет конкурентные президентские выборы. Разным партиям разрешили выдвигать кандидатов. Мубарак выиграл, хотя были зафиксированы массовые фальсификации. Одного из главных оппонентов перед выборами посадили на 5 лет. Однако резкий рост экономики не выливался в рост уровня жизни среднего египтянина. Увеличилось только социальное расслоение между богатыми и бедными. Один процент самых богатых зарабатывал больше, чем бедная половина населения. Мубарака называли последним фараоном Египта. Когда против него начались протесты, многие протестующие говорили иностранным корреспондентам, что признают и уважают достижения Мубарака. Но сменяемость власти для них куда важнее. То есть в целом в политике Мубарака было очень много правильных вещей. Он и боролся с исламистами, и заключал связи и договоры с Западом, что помогало Египту развиваться. Он поднял туристическую инфраструктуру и увеличил ВВП на душу населения. Однако ключевым аспектом, который и привело к падению режима Мубарака, это отсутствие политической конкуренции, фальсификации, борьба с оппозицией, и здесь я не про радикальных исламистов. А также то, что никаким образом все вот это благополучие, которое действительно удалось нарастить, никаким образом не влияло на обычных людей. То есть распределялось все это между близкими Мубарака и близкими ему структурами, связанными либо с ним напрямую, либо опосредованно. Именно поэтому у людей росло недовольство, несмотря на то, что Мубарак действительно был лидером, который вышел из военных и решения которого в принципе улучшали позиции страны. Однако коррупция и вот это самое расслоение, которое поддерживалось им, они, конечно, и привели к последующим событиям. В 2009 году умер от неизвестной болезни маленький внук Мубарака, что по некоторым данным нанесло сильный удар по нему самому. Вскоре управители Египта обнаружили рак поджелудочной железы. Вероятно, все это повлияло на то, что в 2011 году Мубарак попытался установить семейную династию. По некоторым данным, на этом этапе его жизни часть решений принимала жена Сюзанна. Мубарак назначил своего младшего сына Гамаля главой правящей партии. Решение вызвало возмущение в зале парламента. Гамаль, по словам коллег по партии, не любил ни с кем общаться и поэтому был не слишком популярен в партии, а для поддержки от народа ему не хватало отцовской харизмы. Армия, которая всегда поддерживала вышедшего из нее Мубарака, отказывалась поддерживать никак не связанного с военными сына диктатора. В конце января 2011 года в Египте начались массовые протесты, которые обычно считают частью арабской весны, начавшейся чуть ранее в Тунисе. Об этом мы тоже как-нибудь поговорим. Еще до массовых протестов, как и в Тунисе, были случаи публичных самосожжений. Например, 17 января студент сжег себя перед зданием парламента в Каире. Революцию в Египте называли по-разному, но одно из самых интересных наименований твиттерная революция. Дело в том, что новый протест координировался через твиттер и фейсбук. В фейсбуке появилась дата первого митинга, 25 января, и кнопку «пойду» к началу протестов нажали 90 тысяч человек. А в твиттере происходила координация во время протестов, так как там очень быстро и удобно распространялись сообщения от любого пользователя. Что-то напоминает нам с вами, не правда ли, есть ли какие-то телеграм-каналы, может быть, которые координируют протесты в других странах прямо сейчас. Но в отличие от той же нехты в Беларуси, в Египте это все было гораздо сильнее децентрализованно. И действительно, любой пользователь мог стать координатором того, что происходит с помощью собственного аккаунта, как это и происходило. Никакой политической силы, никаких харизматических лидеров за этим движением не было. Просто людям, которым не все равно надоело жить так, как они живут. А пример Туниса показал, изменить ситуацию можно. Тогда это писала лентой новостное издание в России. Но это лента времен Галины Тимченко, а не тот позор, в который она превратилась сейчас. Впрочем, это не совсем правда. У оппозиции был лидер, глава МАГАТЭ, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Аль-Борадей, который незадолго до начала протестов заявлял о том, что возможно свержение Мубарака, а после начала митингов, прилетел в страну и вскоре выступал как один из лидеров революции. Изначально протестовали против назначения Мубарака-младшего президента. Он, кстати, после начала протестов улетел в Лондон. Также стали требовать отставки самого Хосни Мубарака и отмены чрезвычайного положения, которое сохранялось на протяжении всего правления диктатора. В Египте на тот момент было очень сильное социальное расслоение, поэтому были и экономические лозунги. С увеличением род, проблемы с несхваткой жилья, безработица. Вскоре к протестам присоединились исламисты со своей повесткой. Вначале на центральную площадь 25 января вышли несколько сотен и их быстро разогнала полиция. На окрестных улицах, куда разогнали протестующих, к ним стали массово присоединяться люди из соседних домов. Спустя час на площадь Свободы пришли уже десятки тысяч людей, по оценкам их было около 15 тысяч. Полиция поначалу не знала, как разгонять такой митинг, потому что привыкли иметь дело с несколькими сотнями протестующих, а десятки тысяч последний раз выходили на улицы Каира еще в 70-х. Тем не менее, вскоре полиция применила слезоточивый газ. Протестующие стали действовать радикальнее, забрасывать камнями полицейских и здания парламента. Они смогли захватить один полицейский грузовик. Сами же полицейские избивали протестующих, в частности был избит и задержан журналист Гарден. По итогам столкновений были убиты трое протестующих и один полицейский. Следующей ночью полиция арестовала несколько сотен демонстрантов. На следующий день запретили митинги, еще через два дня отключили интернет во всей стране. 28 числа была новая запланированная волна акций, в ходе которой полиция применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Отдельные полицейские стали переходить на сторону протестующих. К ночи полиция потеряла контроль над Каиром. Протестующие поджигали здания правящей партии, пытались захватить телецентр и министерские здания. Люди самоорганизовывались в живую цепь для защиты Каирского египетского музея, чтобы его не обокрали мародеры. После этого в города введена армия, но она не участвует в подавлении, просто наблюдает. В следующие три дня в Каире проходят акции в 50 тысяч, 250 тысяч, а затем и миллион человек. Поначалу Мубарак продолжал стоять на своих позициях, несмотря на колебания элит вокруг. Например, его пресс-секретарь в интервью утверждал, что пытался убедить президента оставить пост, пока протесты не стали слишком массовыми. Но диктатор отказывался, так как не верил, что после всех его заслуг его могут сбросить. Это цитата. 29 января Мубарак распустил правительство и назначил новый кабинет министров, с которым он вместе собирался попытаться найти диалог и успокоить ситуацию. 1 февраля, когда вышел миллион, Мубарак выступил с телеобращением и заявил, что не будет баллотироваться на осенних выборах, но останется на посту до конца своих полномочий. На следующий день начались массовые столкновения между гражданскими сторонниками Мубарака и протестующими. Использовались камни, арматура и коктейли Молотова. В качестве щитов использовались спутниковые тарелки. Некоторые сторонники Мубарака атаковали оппозицию верхом на лошадях и верблюдах. Лидеры оппозиции просят армию вмешаться, чтобы остановить беспорядки. 4 февраля оппозиция снова выводит миллион в центр Каира, а сторонники Мубарака нападают на иностранных журналистов. В ходе всех этих столкновений, по данным органов старой власти, погибло от 7 до 11 человек. ООН же заявила о том, что погибло 300 человек. Новое правительство — 800. Ранения получили около 5 тысяч человек. 10 февраля Мубарак в еще одном обращении сказал, что передал часть президентских полномочий вице-президенту Амару Сулейману, ранее главе разведки. Примерно в это же время военные через министра обороны сообщили Мубараку, что не собираются дальше защищать его от протестующих. На следующий день диктатор ушел в отставку, передав власть Высшему Совету Вооруженных сил. Неготовность Мубарака оставить свой пост, давление на людей, которые вышли бороться за свои права, все это приведет к тому, о чем мы поговорим дальше. Вечером 11 февраля 2011 года Хосни Мубарак улетел в Шарм-Аль-Шейх, где затем находился под домашним арестом. В марте на референдуме проголосовали за новую конституцию, в которой срок президента уменьшен с 6 лет до 4. Прописан запрет на третий срок, отменены чрезвычайные полномочия президента. 12 апреля во время допроса у Мубарака случился сердечный приступ, и он был госпитализирован в больницу. 13 апреля, находясь в ней, он был взят под стражу по обвинению в ответственности за убийство 850 демонстрантов. После этих событий здоровье Мубарака сильно ухудшилось. Несколько месяцев он провел в больнице. В августе началось слушание по его делу. В зал его доставили на больничной койке и заключили в клетку. Участвовал в процессе он лежа. Судили также двух его сыновей. Все они не признавали вины. Процесс завершился в июне следующего года. Бывшего диктатора признали виновным в провокации насилия в дни революции и гибели сотен протестующих. Ему грозила казнь, но суд приговорил его к пожизненному заключению. Дальше следует череда из постоянно меняющихся решений суда, где разные инстанции постоянно изменяют предыдущие решения. Избранный после Мубарака на свободных выборах президент Мухаммед Мурси издал приказ о пересмотре дела. В августе 2013 года суд постановил освободить экс-президента Египта Хосни Мубарака из-под стражи. Генпрокурор обжаловал это решение. Но Мубарака завели новое дело о коррупции и в 2014 году приговорили к трем годам тюрьмы. Но в том же году на апелляции оправдали по всем обвинениям. В 2015 году Мубарак снова был приговорен к трем годам лишения свободы за присвоение 125 миллионов египетских фунтов, 14 миллионов долларов США примерно, которые были выделены из бюджета на ремонт президентских дворцов и резиденций. Суд выяснил, что деньги пошли на частные виллы и офисы. По тому же обвинению сыновья диктатора Алла и Гамаль Мубараки получили по четыре года тюремного заключения. Вскоре их выпустили, засчитав годы под стражей за срок. Реальные масштабы коррупции Мубарака по некоторым оценкам в тысячи раз больше. Немецкий телеканал Н24 оценивал состояние семьи Хосни Мубарака на 2011 год в 70 миллиардов долларов, что сделало бы его вторым самым богатым человеком мира на тот год после мексиканского миллиардера Карлоса Слим Эллу и выше Билла Гейтса. Большую часть состояния бывший диктатор держал в западных банках. Эта сумма более чем вдвое превышала внешний долг Египта. В ноябре 2015 года Кассационный суд начал повторно рассматривать дело, но МВД требовало доставлять Мубарака на вертолете, а у здания суда не было вертолетной площадки. Судьи же отказывались заседать в другом здании. В начале 2016 года последняя апелляционная инстанция все-таки оставила уже отбытый приговор о коррупции в силе. А в марте 2017 года Верховный суд Египта снял с Мубарака все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в 2011 году. Все шесть лет следствия Мубарак провел в военном госпитале по состоянию здоровья. Остальные подсудимые, чиновники, по этому делу также были оправданы, а виновными признаны преступные группы, связанные с исламскими радикальными течениями, братья-мусульмане и Хамас. Последние три года жизни Хосни Мубарак провел на свободе и умер на 92-м году жизни во время сложной операции на желудке. С чем связано такое частое изменение решений суда и вообще что происходило в Египте после того, как Хосни Мубарак лишился власти, это вопрос другой, достаточно сложный, и очень сложно будет вам о нем рассказать здесь вкратце. Там постоянно менялась политическая власть, в какой-то момент к ней приходили весьма не то чтобы, ну как, да, даже можно сказать радикальные религиозные группировки, но это все стало следствием правления Хосни Мубарака. Когда он монополизировал все институты власти, когда он убил политическую оппозицию, задавив ее, убил в переносном смысле, да, в отличие от Александра Лукашенко. Вот здесь ролик про то, как он убивал действительно собственных оппонентов. Да, и в итоге, когда военная власть стала во главе страны, и то, что последовало на свободных выборах, оно не привело к немедленному расцвету государства. И в этом самая главная проблема. Диктатор, когда он захватывает власть и уничтожает институты, не только делает хуже людям прямо здесь и сейчас, но и затем восстановить эти институты и восстановить страну намного сложнее, чем если бы диктатор этого не делал. То есть диктатор губит не только свою жизнь и судьбу, но и судьбу всего населения собственной страны и собственного народа. И в этом, конечно, еще одно преступление любого диктатора или автократа. И не важно, будет суд его в этом обвинять или нет. Это была история Хосни Мубарака. Человека, который, ну, пришел из низов, был хорошим военным и хорошим, в общем-то, парнем, но власть развращает, и абсолютная власть развращает абсолютно. Хосни Мубарак в итоге стал одним из самых коррумпированных правителей в истории человечества вообще. Он сделал расслоение в собственном государстве колоссальным. Он проводил масштабные зачистки оппозиции и всячески убивал институты внутри страны и конкуренцию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Майкл Наки. Ну и на Патреон подписывайтесь по возможности. Именно это позволяет производить больше хорошего, я надеюсь, и качественного контента. Всего доброго, до свидания.